Добрый день! Вот что я вам скажу. Или мы научимся и кем-то станем, или грош нам цена. Пишет мне человек и говорит, конечно, вот этим молодым хорошо. У них все просто. Составил список знакомых и приглашай на свой сайт. И больше ничего не надо делать. И у них поперло все. А я составил список 230 человек. Начинаю обзванивать. А 85% людей, моих знакомых, моих одногодков, людей пожилых, как я, даже интернета не имеет. Они даже не знают, что такое компьютер. Ну вот скажите, Олег Григорьевич, как работать? Разве можно добиться успеха? А другой парень меня встречает и говорит, Олег Григорьевич, ну вот скажите мне, мне 20 лет, меня никто всерьез не принимает. Ну как работать? Пацаны, которым я обращаюсь, у них ни денег, ни мозгов. А взрослые люди, которым я иду, они на меня не смотрят серьезно. Вот что делать? Пропадать? Хорошо этим старикам. Их все уважают. Я тут уже на своем блоге рассказывал истории разные. Повторюсь. Есть такая знаменитая история про полковника Сандерса. Был такой пенсионер, бывший полковник в Америке, у которого была своя автозаправка, кафе на ней. И он прекрасно себя чувствовал. На дороге останавливались водители. У него был рецепт вкусного цыпленка, который подавался у него в кафе. И он процветал. А потом вдруг ситуация в одночасье поменялась. Проложили большую трассу мимо его заправки и кафе. И все люди перестали ездить к нему. И он разорился. И перед ним стал выбор остаться на пенсии и доживать, потому что ему 68 лет. Или попытаться что-то сделать. И вот он сидел, мозги в раскоряку, думал. И решил, что нет, сдаваться рановато. А что он мог, что он умел, что он знал, что он мог предложить людям. И он подумал, что у него есть очень вкусный цыпленок, который он готовил у себя в кафе. Рецепт, который он сам придумал, сам знал. Который пользовался большой популярностью. Наверное, в других каких-то заведениях общественного питания это пошло бы. Но у него ничего не было, кроме этого рецепта. Он сел в свою раздолбанную машину и поехал. Из одного города в другой. Из другого в третий. Из третьего в четвертый. Из четвертого в 49-й. Ходил по ресторанам, по всякого разного рода бестро, заведениям, кафешкам. И предлагал владельцам этот рецепт. Чтобы они его включили в свое меню, а ему процент. Над ним смеялись. Его посылали в разные места. Никто не хотел с ним разговаривать. И ни один человек. И ни два. И ни пять. И ни десять. И ни сто. И ни двести. И ни триста. И ни пятьсот. И ни семьсот человек его послали. Где-то после тысячи разговоров, которые он делал предложение, он говорил, я просто вам покажу. Разрешите мне, я сделаю у вас цыпленка. Если он у вас пойдет, поставите в свое меню, мне процент. Я научу ваших поваров, как это делать. Ему говорили, дядя, вали. После тысячи разговоров он нашел человека, который согласился попробовать. И удивительное дело, цыпленок стал пользоваться большой популярностью в кафе в этом. И они включили его в рецепт, в меню. И пошло ему маленький процент, потом все больше и больше. А потом он решил, почему бы ему самому не открыть свое заведение. А почему бы не открыть сеть. И потом он стал мультимиллионером. Цыпленок по коннектикутски. Пользовался огромной популярностью и сейчас. Говорят, существуют эти заведения. Не знаю, так это или нет. И этот дедушка разбогател, стал миллионером. Я могу привести вам другую историю. И не одну, множество, когда молодые ребята, несмотря на все издержки возраста, пробивались, становились известными, богатыми. Зайдите в интернет, найдите молодые миллионеры. О чем там? А то и молодые миллиардеры. 20 лет, он миллиардер. Я вот что хочу сказать вам, друзья мои. Если вы пришли в бизнес и вы хотите преуспеть, если вы хотите наконец-то, хоть в конце жизни, или в середине, или в начале жизни, добиться какого-то успеха, хоть раз в жизни почувствовать в руках деньги, успех, признание. По-настоящему. Не болтовня, не трех, не вот это вот бла-бла-бла бесконечное. Уже сколько можно. То тогда возьмите, да научитесь. Ё-моё. Ведь мужик взрослый говорит у себя на участке, на даче, на какой-то занюханной. Всю жизнь проработал каким-нибудь бувалтером, или прослужил в армии, или был где-нибудь на флоте, плавал там. И вот он осел, пенсионер. Что он делает? Он говорит, постройка, я себе баньку. И строит ведь. Постройка, я себе теплицу. И строит ведь. Когда в жизни ни топора не держал, не знал, как это делается. Начинает вникать, начинает разбираться, начинает пробовать. И делает пока. Два раза развалится, на третий раз слепил, на четвертый раз уже хорошую сделал. А на пятый его уже приглашают соседям консультировать, а то и строить. Так ведь все начинается. А сварю-ка я борщ. И начинает человек... А сошью-ка я юбку дочери. И начинает человек шить. Берись и делай. Вот я в техническом смысле полный профан, балда. Никогда ничего... Даже интереса просто нету. Лезь туда. В автомобиль или в компьютер какой-нибудь, или в магнитофон. Ну вот я помню, когда нужда, так любой включает мозги, у меня был автомобиль Запорожец. И я оказался в другом городе, и у меня сломался замок вот этот центральный. Вот ключ куда вставляет, ключ зажигания вставляет. Вот там что-то сломалось. Ну, Запорожец, одно слово. Ехать не могу. Стою. Пригнал этот автомобиль на веревке. Привезли меня к мастерам каким-то. Они ходят пьяные день-два. Я понял, что я не выберусь отсюда. Никто мне не поможет, если я сам не сделаю. Страшно мне было. Разобрался до винта. Думал, сидел, корячился, потел. Сделал. Сам пришел в такое удивление. Я сделал. И потом понял, что там ничего сложного нет, включить мозги. Везде нет ничего сложного, включить мозги и сказать себе. Или я сделаю, или останусь на дороге прозябать в пустыне. В степи мерзлые. Сделаешь, если надо. Не надо, будешь искать оправдание. Вот я старый, вот я молодой. Вот у меня не знает компьютера. Вот у меня все бедные. Вот они все военные, деревянные до пупа. Вот они все женщины. Вот они молодые. Вот они, значит, ни о чем не думают. Вот они такие-сякие. Вот у меня нет интернета. Вот у меня нет компьютера. Вот у меня того-сего нет. Не хочется ругаться, но люди, если вы этого не сделаете, за вас никто делать ничего не собирается. Научитесь стать богатым в сетевом бизнесе. Это гораздо проще, чем все остальное вместе взятое. Желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.